Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас немножко необычный выпуск. Мы присутствуем на монтаже. Это будет установка печи камина Экокамин. Очень интересный продукт. И попозже подробнее о нем расскажем. Но у нас сегодня очень интересный гость. Владимир представляет компанию Экокамин. И сегодня мы зададим ему несколько вопросов. Попросим рассказать о самых популярных изделиях. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Очень рад вас видеть на сибирской земле. Компания Экокамин уже давняя. То есть у нее многолетняя история. Но есть вещи, которые вы производите очень давно и развиваете их. Мало кто из производителей вносит какие-то элементы новизны в свою продукцию. Но тем не менее у вас есть в ассортименте такая изюминка, как вот эта печь, которую мы сегодня устанавливаем. Можете мне поподробнее про нее рассказать? Мы сейчас находимся рядом с моделью, которая является самой популярной. Она больше всего востребована на российском рынке. И есть несколько неоспоримых преимуществ, которые выделяют ее на общем фоне и во всем ассортименте продукции, которые выпускает наша компания. Печь Камин в первую очередь хороша тем, что не требует облицовки. В данный момент мы видим, что конструкция завершена. Не требуются никакие дополнительные работы для того, чтобы создать какой-то завершенный образ. Печь Камин готова. Достаточно подключить дымоход, как мы здесь видим. Далее, еще очень важный момент. Печь Камины, производство компании Камин, они функциональны. То есть, помимо своей прямой функции обогрева помещения, также мы видим в данной модели представлена чугунная плита французского производства. То есть, мы можем не только обогреваться, но и приготовить пищу. Это очень важный момент, поскольку мы приезжаем на дачу, необходимо быстро отопить помещение. Остальные печи Камины именно для этого и предназначены. Она очень быстро нагревается, помещение становится комфортно. И в этот момент мы можем одновременно начать что-то готовить. Смотрите, мы находимся в Сибири, у нас здесь бывают морозы, там минус 30, минус 40, это в порядке вещей. Скажите, дачный домик это довольно старый. Здесь стены, по-моему, щитовые, какой-то утеплитель, то есть, довольно тонкий. Но, тем не менее, полагается, что здесь будет сезонно проживать люди. И объем помещения чуть меньше 100 квадратных метров. Скажите, вот эта вот Бавария, она справится с этим объемом? Может ли она отопить помещение здесь чуть меньше 100 кубов? Евгений, я могу сказать, что она не только сможет, она абсолютно идеально подойдет для этой задачи. Поскольку помещение до 100 кубов, это прям, если можно так выразиться, хлеб этой печи. Она очень быстро нагреется, быстро отопит это помещение. И поэтому хозяину этого дома рядом с этой печью будет очень-очень комфортно и тепло. А по времени сколько займет нагрев до комфортной температуры в доме? Вот, допустим, от минус 10? Если брать температуру от минус 10 до плюсовой, плюс 15 до плюс 20, в среднем печь справляется с своей задачей за 30 минут абсолютно в спокойном режиме. То есть, никакие экстремальные загрузки дров и так далее нам для этого не потребуются. Так как она стальная, корпус нагревается быстрее. И плюс в этой модели у нас огромное преимущество, что у нас часть элементов из чугуна. То есть, чугун нагревается чуть медленнее, но зато больше отдает тепло. Соответственно, мы получаем еще больше тепловой энергии в помещении, где становится еще комфортнее. Не забудем о том, что топочная часть футирована шамотом. Шамот выполняет несколько функций. Прежде всего, он защищает наши стальные элементы внутри от прогорания. Но еще также он способствует дополнительной отдаче энергии через стекло. Ну да, через стекло. Здесь, кстати, стекло довольно большое для такого небольшого каменчика. И через стекло очень большое количество энергии уходит в комнату. То есть, с чистым теплом тоже можно обогреваться. Безусловно, огромная часть тепла отдается в помещение через стекло. Но мы не забываем о том, что у нас на верхней части плиты есть конвекционные отверстия. Теплый воздух, проходя через корпус, нагревается, тем самым попадая в помещение. То есть, мы двумя разными путями добиваемся того, что в помещении становится в достаточно короткие сроки тепло и комфортно. Хорошо. Про скорость нагрева поговорили. А как быть с длительностью горения? Если мы рассматриваем именно такой вариант, как загрузку, скажем так, перед сном, то, соответственно, мы предполагаем, что эта загрузка не первая. В этом случае у нас печь уже достаточно разогрелась. И в зависимости от того, сколько часов мы топили до этого, тепло может отдаваться и два, и три, и, возможно, более часов. Потому что, еще раз повторюсь, мы, к сожалению, не знаем, сколько хозяин печи будет ее топить. Но определенное количество времени в нашем помещении будет очень тепло, и печь будет даже в режиме тления отдавать тепло дому. Ну что ж, скажите, вот вам лично чем нравится вот эта модификация печи? Это угловая Бавария, да? У нас в магазине представлены, ну, наверное, модификации пять, да? Даже больше, даже больше. Баварии. Вот чем вот эта вот выгодна, отличается от всего другого модельного ряда? Эта модель компактная. Очень подходит для тех покупателей, которые экономят место, поскольку она очень удачно вписывается в угол, соответственно, мы экономим пространство. Эта печь, еще раз повторюсь, она очень функциональна. То есть мы не только отапливаемся, но и можем готовить. И не очень большой вес, то есть тоже очень важно. Мы можем данную печь поставить даже абсолютно без фундамента на деревянный пол. Он здесь не требуется, поскольку она, еще раз повторюсь, не тяжелая. И, конечно же, дизайн модели позволяет вписать ее в абсолютно любой интерьер. Это очень важно, поскольку, естественно, интерьеры у всех разные, дома у всех разные. Но данная модель является в каком-то смысле универсальной. Она подходит под абсолютно любое решение. Я с вами соглашусь. Почему? Потому что мы сейчас присутствуем на даче. Дому этому уже больше 30-40 лет. И эта печь, она не выглядит каким-то инородным предметом даже в этом интерьере. Но хозяин дачи нам сказал о том, что дом этот будет перестраиваться. И первый элемент, который он заменил в этом доме, это как раз была печь. Старую кирпичную печь, уже потрескавшуюся, он разобрал. И на ее место, вот тут как раз остался фундамент из-под старой печи, он возглудил вот такую симпатичную печь, вокруг которой будет дальше обустраиваться дом. Семейный очаг, так сказать. Да. Самый главный элемент в доме. Владимир, печь Бавария выпускается уже в вашей компании больше 10 лет, насколько я знаю. С 2006 года. С 2006 года, очень давно. Скажите, как за это время изменялся модельный ряд? Какие интересные вещи появились под названием Бавария? С 2006 года моделей наша компания выпускает очень много. И они действительно разнообразны. Фактически для любого покупателя мы сможем предложить какое-то удачное решение. Есть, ну как мы здесь видим, модели угловые. Есть модели пристенные. Есть модели пристенно-угловые, сочетающие в себе комбинаторность, которая может использоваться в любом абсолютно доме. То есть человек может выбрать, допустим, печь, и уже по месту определиться, в каком углу помещения, либо у стены, либо в углу, и она будет гармонично смотреться. В любом случае. Абсолютно точно, Евгений. Также есть модель призматик с большим стеклом, с огромным обзором, который позволяет практически из любой точки помещения видеть огонь. Есть модели, которые сочетают в себе возможность использования чугунной плиты и, допустим, подключения. Потому что подключение у некоторых моделей есть сверху, есть сзади. Некоторые модели сочетают это. То есть есть возможность вариативности. Подключили сверху и подключили сзади, так как удобно нашему покупателю. Мы стараемся максимально учесть все пожелания. Ну что ж, очень удобно. Ну а вас, наши зрители, я призываю зайти на сайт fornax.ru. В разделе «Печь камины» можно найти всю продукцию компании «Экокамин», выбрать понравившийся вариант, выбрать самый удобный для вас вариант, как по внешнему виду, так и по цене. Ну а Владимира я благодарю за то, что он познакомил нас с такой замечательной печью камина. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что позвали. Спасибо большое. Очень приятно было.